И первое сообщение у нас от аспиранта Мишкиной Анны Ивановны с антиграфической оценкой десинхронии и симпатической активности сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Это группа авторов из города Томска. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, как известно, хроническая сердечная недостаточность является распространенным заболеванием. В настоящее время средняя пятилетняя смертность остается высокой. И несмотря на успехи в области изучения патогенеза клиники и лечения, прогноз больных хронической сердечной недостаточностью остается неблагоприятным. Эффективным методом лечения хронической сердечной недостаточности является кардиосинхронизирующая терапия. Она способствует нормализации фазовой структуры сердечного цикла, повышает качество жизни и переносимость физических нагрузок этих пациентов. В рекомендации по электрокардиостимуляции и сердечно-ресинхронизирующей терапии определены рекомендации для отбора пациентов на данный вид лечения, которым в настоящее время следуют. Но степень ответа на данную терапию различается у разных пациентов. То есть более высокая степень ответа наблюдается у пациентов с широким боком комплексом КРС, блокадами ножки бочек гиса, женского пола, не ишемической кардиомиопатии. Меньшая степень ответа наблюдается у мужчин с ишемической кардиомиопатией и более узким комплексом КРС. У пациентов с хронической встречи недостаточно, что 20-30% случаев кардиоресинхронизирующая терапия неэффективна. Поэтому поиск новых критериев отбора пациентов на данный вид лечения является актуальной задачей не только кардиологии, но и смежных специальностей, таких как кучевая диагностика, в частности ядерная медицина. Известно, что при снижении сократимости сердечной мышцы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью повышается активность симпатической нервной системы. Существует радиофарм препарат, с помощью которого можно визуально оценивать состояние симпатической нервной системы. Это медиод бензилгуанидин, меченный 123-м йодом. Он является структурным аналогом норадреналина, накапливается в пресинаптическом нервном окончании, не инактивируется МАО и КОНТ, не взаимодействует с бета-атренорецептором на буссинаптической мембране, тем самым он не выполняет функции нерв-медиатора. Высокая прогностическая значимость антиграфии миокарда с мигом пациентов с сердечной недостаточностью была доказана в многоцентровом исследовании Идмайер. Было показано, что у пациентов с нижним накоплением индикатора достоверно чаще, чем у пациентов с нормальным накоплением, отмечаются такие неблагоприятные сердечные события, как прогрессирование хронической сердечной недостаточности и сердечная смерть. Однако в настоящее время нет крупных рандомизированных исследований по использованию миокарда у пациентов с кардиоресинхронизирующей терапией. Поэтому целью нашего исследования являлось определить антиграфические критерии, позволяющие прогнозировать ответ на кардиоресинхронизирующую терапию пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В исследование вошли 28 пациентов. Всем пациентам перед кардиоресинхронизирующей терапией было проведено комплекс радиоэнклидных методов для оценки симпатической иннервации, сократимости и десинхронии сердца. Через 6 месяцев после CRT пациентам оценивали клиническое состояние и сократительную функцию сердца. В результате чипа у пациента были подразделены на 2 группы – респондеры и нереспондеры. Критерием ответа служило снижение конечностерического объема на 15% и более или увеличение фракции выброса левого желудочка на 5% и более. Всем пациентам проводили синтеграфию миокарты СМИК, по результатам которой определяли индекс раннего и отсроченного сердца средостения по представленным формулам. Данный индекс отражает общее накопление препаратов сердца, то есть общую симпатическую активность. Также рассчитывались скорость вымывания препарата из сердца и региональные нарушения накопления радиофармпрепарата. По данным томовентрикулографии оценивали конечные систолические объемы, фракцию выброса обоих желудочков, а также показатели десинхронии внутри желудочков и межжелудочков. Средний возраст пациентов составил 56 лет, все пациенты имели хроническую сердечную недостаточность третьего функционального класса, у всех была оптимальная медикаментозная терапия, сниженная фракция выброса. Через 6 месяцев после кардиосинхронизирующей терапии 16 пациентов были респондеры и 12 нереспондеров. По фракции выброса возрасту данные группы пациентов не отличались, отличались только пополам. То есть в группе нереспондеров преобладающей число было мужчин. При сравнении групп респондеров и нереспондеров по дооперационным синтеграфическим показателям индекс сердца-средостения ранее отсроченной и межжелудочковой десинхронии были статистически значимы различными в этих группах. По результатам однофакторного регрессионного анализа ранее отсроченные индексы сердца-средостения, десинхронии левого желудочка и межжелудочковой десинхронии являлись значимыми предикторами ответа на синертин. Однако по результатам многофакторного регрессионного анализа только отсроченные индексы сердца-средостения и межжелудочковой десинхронии являлись значимыми предикторами ответа. По результатам РОК-анализа пороговое значение индекса сердца средостения было более 1,49 с чувствительностью 77% и специфичностью 100%. Пороговое значение межелудочковой десинхронии было 61,9 миллисекунд чувствительностью 92% и специфичностью 64%. По показателю срочного индекса сердца средостения была выше чрезовоспецифичность, по межелудочковой десинхронии выше чувствительность. На основании этих данных нам была сформирована модель для прогноза эффективности CRT в данной группе пациентов. При пороговом значении более 1 можно было прогнозировать ответ у пациентов по двум показателям. Это отроченный индекс сердца средостения и межелудочковая десинхрония. Позвольте представить вам клинические примеры. Первый – это пациентка 49 лет с диагнозом шимическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, хронической сердечной недостаточности третьего функционального класса с широким комплексом КРС и с нижней фракцией выброса до 26%. По результатам синтеграфии миокарта СМИК у данной пациентки отмечалось достаточное накопление препарата в области сердца. Отсроченный индекс сердца средостения был равен 2,8, что выше нашего парового значения, полученного в нашей модели. По фазовой гистограмме, которая была сформирована по данному равновесной томовитрикулографии, было отмечено высокие значения десинхронии, и пороговое значение десинхронии равнялось 121, что выше пороговое значение, полученное в нашей модели. Через полгода после CRT у данной пациентки отмечался клинический ответ на лечение, улучшение самочувствия, снижение объемов левого желудочка и повышение фракции выброса. То есть этот пациент был респондером в CRT. Второй клинический пример – это пациентка 64-х лет с диагнозом далилиционной кардиомиопатии, хроническая сердечная недостаточность третьего функционального класса с широким комплексом КУРС и сниженная фракция выброса левого желудочка. То есть она имела показания к проведению CRT, по данным с антиграфиями Карда-Смивк у данной пациентки отмечалось сниженное накопление препарата в области сердца, как на раннем, так и на отсроченном сканировании. Индекс сердца-средостения был равен 1,1, то есть он был ниже по мороговому значению, полученному в нашей модели. И по данным вентрикулографии десинхрония у него была незначительно повышена, и значение между желудочкой десинхронии было равен 60, что ниже значения, полученные в нашей модели. Через полгода после CRT у данной пациентки не было отмечено динамики по показателям динамики сердца и по клиническому самочувствию. То есть этот пациент является нереспондером. Таким образом, пациентов с хронической сердечной недостаточностью предоперационные значения отсроченной индекс сердца-средостения и между желудочкой десинхронии являются независимыми предикторами ответа на CRT. И синтеграфия миокарда СМИПК и РТВГ могут использоваться как дополнительные критерии для прогноза эффективности CRT. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. В зале будут вопросы. Пожалуйста, Дарья Викторовна. Большое спасибо, очень любопытное сообщение. У меня такой, наверное, практический вопрос, но хоть немножко неудобный. Скажите, пожалуйста, а кардиохирурги прислушиваются к результатам вашего исследования и к тем данным, которые вы получаете при выполнении стентиграфии и эндрикулографии перед тем, как планировать сердце? — Спасибо за вопрос. Овидмолги, с которыми мы работаем, они интересуются, но эти данные пока не используют при установке. Все равно устанавливают CRT по показаниям, которые указаны в рекомендациях. Но мы исследования проводим, и они смотрят, какие у нас были получены данные, и пациент, если были снижены показатели, они, может быть, после операции вызовут его пораньше, чтобы пройти обследование, для коррекции дальнейшей терапии. Используют для того, чтобы, так сказать, после CRT уже следить на этом пациенте. — Вы просто выделяете сейчас группу риска для кардиохирургов и репрогов. Спасибо. — Анна Ивановна, скажите, пожалуйста, вот вы разделили пациентов на респондеров и нереспондеров, исходя из значения фракции выброса. Почему вы избрали именно такой критерий? Ну вот почему, из каких соображений? Первый вопрос. — Сейчас я повернусь к слайду. — Не объемы показателей, а именно фракции выброса. — Нет, мы смотрели и объемы, и фракции выброса. То есть на настоящий момент нет определенного критерия, который используют для определения ответчиков-неответчиков. Но существует работа, я привела ее в ссылки на данном слайде, где указаны наиболее распространенные критерии, которые используют в настоящее время в исследованиях. И среди них наиболее часто используемые — это те, которые мы выбрали — это снижение количества исторического объема и увеличение фракции выброса. И еще вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот вы выделили два прогностических характера. Как, с вашей точки зрения, которые из них более информативны? То есть увеличена, так сказать, диссинхрония или отсроченный индекс сердца для карт для третьих интимов? Оба значения являются информативными, так как по нашим данным получилось у индекса, и это ее безумие, как раз сердце средостения, у него выше специфичность, а у диссинхрония выше чувствительность. Поэтому мы как раз предлагаем смотреть комплексно оба задачи. Если больше нет вопросов активных, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.